Всем привет, мои дорогие! Это профимерный канал под названием Vita Can Fly. Меня зовут Виктория, и я благодарю вас за то, что вы зашли ко мне в гости. Готовлю сани заранее, готовлю сани летом, и потихонечку начинаю присматривать себе осенние ароматы. Сегодня я вам расскажу вам о новом аромате, который я заказала на сайте RANDEVU. И, конечно же, я воспользовалась баллами, которые там мне зачисляются за отзывы, и своим личным промо-кодом. Вы также при желании можете им воспользоваться. Промо-код вы видите на своем экране, 10VITA. Он дает вам скидку 10% от любой покупки у 2,5 тысяч. К слову, многие мои подписчики, многие мои знакомые, друзья, родственники пользуются этим промо-кодом, говорят мне спасибо. На сайте можно купить не только парфюмерию, но и хороший качественный уход, и декоративную косметику, и много чего еще интересного. Итак, друзья, давным-давно я полюбила парфюмерный дом Роша. В моей коллекции есть целых два аромата, теперь уже даже три. Первый аромат – это Роша Бизанс. Это ванильно-древесный аромат. Там очень красивая груша. Фокус, фокус. Там очень красивая груша, прекрасные белые цветы, великолепная ваниль и особенно красивые древесные ноты. Также в моей коллекции есть аромат, по-моему, 30-ка Мадемуазель Роша. Это яблочно-фруктово-цветочный, такой позитивный, бодрящий аромат. И, конечно же, я давно хотела познакомиться с новинкой, которая называется Мадемуазель Роша in Black. Вот таким образом выглядит коробочка. Очень симпатичная коробочка. У меня это 30 мл концентрация парфюмерная вода. В большем объеме вы можете встретить симпатичный, такой рокерский немного кожаный бантик. На моем флаконе такого бантика нет, но ничего страшного. Я вообще пришла к выводу, что мне удобнее брать для знакомства именно 30-ки. Если аромат прям уж очень сильно понравится, конечно, в дальнейшем приобрету версию в большем объеме. Мне главное не оформление, хотя это тоже немаловажный факт. Мне самое важное это звучание аромата, о котором мы сейчас с вами более подробно и поговорим. Кстати, я не сказала, что упаковка аромата была, как всегда, на высшем уровне. В эту красивую пупырку облачка мне все запаковали. Была брошюрка. И положили очень даже хорошие пробники. Вот такой увлажняющий шампунь. Олин. У меня такой шампунь был. Кстати, он очень хороший, классно увлажняет и очень экономично расходуется. И такой тонер у меня тоже был увлажняющий от корейского бренда The Skin House. Серия Маринка. Голубая еще была у меня. Красная серия. И, по-моему, желтая или оранжевая с витамином цвета. Тоже хороший уход. Рекомендую. Итак, что мы с вами имеем? Очень красивый аромат на приближающуюся осень. Это ягодно-кожаный, мускусный, цветочный аромат. Теплый, он пряный, он немного чайный и очень необычный. Ну, как всегда, любой обзор, мне кажется, где я рассказываю об одном аромате, начинается с одного и того же. Сначала он мне не понравился, а потом, а потом отстоялся, я услышала то-то-то. Конечно, друзья, аромат обязательно после пересылки, после транспортировки необходимо отставить. Это просто уже проверено годами на опыте многих парф-любителей и парф-маньяков. Когда я его открыла, я услышала ту самую небольшую легкую бокаристость, о которой многие говорят и пишут. Но это даже больше не бокаристость была. Скорее всего, я в тот момент услышала какую-то такую травную настойку от кашля на спиртовой основе. Это было не отталкивающе, это было очень необычно. Почему-то многие сравнивают его с бокарой. Даже с парфюмерной версией Life Hugo Boss тут аромат у меня есть. Не, друзья, они не похожи, они не с одним настроением, они совершенно разные. Я думаю, что вот эту ноту боярышника, которая здесь есть, в перемешку с чайными нотками, с ежевикой, почему-то многие воспринимают как бокаристость. Нет, на мой взгляд, это совершенно никакая не бокаристая история. Итак, давайте я быстренько зачитаю пирамидку. Аромат 2020 года. В верхах у нас с вами ежевика, черный чай и бергамот. Однозначно все слышу. Сердце – это кожа. Очень интересно, что в сердце здесь заявлена кожа, роза и боярышник. Тоже очень крутая нота, оказывается. И в базе это амброксан, черная ваниль и дубовый мох. Что слышу я? Кстати, у меня сейчас свежий блотер, и есть блотер, которому уже дня, наверное, 4. И вот на нем, на этом блотере, который уже пожил со мной несколько дней, я слышу ванильно-дымно-кожаную базу. Это очень круто, это красиво, это необычно, это современно и стильно. На старте я слышу небольшой приятный микстурный аспект, который дает именно свежинку. Есть ягодная какая-то волна в виде ежевики, и, конечно, это именно черный чай, густо заваренный, с ягодкой. Даже ежевика у меня здесь на уровне черной смородины. Здесь очень много кожи. Кожа приятная. Она такая шуршавая, кожа свежей выделки. Вот кожу, которую я слышала во всех, во многих ароматах за последнее время, которые соприкасались с моим носом, там была кожа какая-то, знаете, с лакокрасочными мотивами. Нет, здесь именно чистая, свежевыделанная, дорогая, хорошая кожа. Чай очень приятный, ягодный, свежий, свежезаваренный. И в нём есть свежинка бергамота. Она одновременно даёт и свежесть, и какую-то приятную бодрость аромату. А дальше ягоды и кожа уходят на фон, на задний план. И слышу здесь в сердце приятную свежую розу. Роза здесь не кричит, не выбирает. Это не болгарская роза, это не какая-то роза нежная, майская. Нет, она здесь очень спокойная. Она даёт какую-то такую просто лёгкую женственную цветочность сердца. Для меня это очень элегантный, стильный, немножко такой рокерский аромат с бунтарским, немного неуправляемым характером. Звучание данного аромата я бы сравнила с какой-то молодой девчонкой, которая слушает рок-только-рок, ходит в кожаной куртке, в бутцах или каких-то берцах, а в таком немножко мальчаковом стиле. И вдруг её полюбили, и она влюбилась. Её засыпали комплиментами, заботой, лаской, любовью. И возникли огромные искренние чувства между двумя людьми, и эта девушка поменялась в характере. Она стала более улыбчивой, более покладистой, общительной, нежной, ласковой. Она стала более разговорчивой и открытой во всех отношениях и в плане общения в первую очередь. То есть это именно напористый, громкий старт, переходящий в покладистость, во что-то более тихое, ровное, нежное, прямолинейное. Мне это нравится. Я люблю, когда ароматы имеют свой характер. Он очень необычный. Он не похож ни на один аромат из моей коллекции. Ничего подобного по звучанию я не слышала. Он мне ничего не напоминает. Ни в каких нотах. Опять же, этот яркий, кричащий, напористый старт с черным чаем, с ежевикой, с бергамотом, переходящий в спокойную кожу, в красивую кожу, в свежую розочку. И далее спокойный, нежный, чувственный амброксан, не сладкая, не гурманская, ваниль и дубовый мох. Я бы ни в коем случае не рекомендовала брать данный аромат вслепую. Он понравится далеко не всем. Скорее всего, именно тем, кто ищет что-то необычное на осенний период, для тех, кто любит рокерский, даже байкерский стиль, для тех, кто любит какие-то новые звучания узнавать, ни в коем случае без аттеста не берите. Обязательно сначала подойдите, познакомьтесь, поносите на себе в разную погоду, с вашим разным настроением, поживите с этим ароматом и уже поймете, нужно вам или нет. Конечно, мой сегодняшний образ не совсем сочетается со звучанием данного аромата. В идеале нам не должна быть какая-то простая майка, сверху кожаная куртка. Это был бы самый идеальный вариант. Я бы сказала, что данное звучание для меня лично ближе к нише. Мне кажется, в любом слепом затесте я бы сказала, что это либо тяжелый-тяжелый люкс, либо какая-то ниша. Ну, потому что вот тут очень необычное сочетание нот. Особенно главенствующую роль здесь играет чай, черный чай, ежевика и кожа. По крайней мере, именно... А, и, конечно же, не сладкая ваниль. По крайней мере, именно эти ноты я больше всего здесь слышу. Технические характеристики здесь средние. Это не особо шлейфовый аромат. Он сидит близко к коже, к телу. Но при этом лично я его от себя хорошо слышу. На мне, на моей горячей коже, он держится примерно 4-4,5 часа. Возможно, нужно его обновлять. Но, опять же, с ним нужно пожить подольше. Аромат у меня находится в руках примерно неделю. Мне бы очень сильно хотелось узнать, как можно скорее, как он будет звучать осенью. Я думаю, с кожаной курткой, с грубыми ботинками, с кожаной сумкой, хотя у меня нет кожаных сумок, к счастью, с каким-то прикольным стильным шарфиком, с интересным макияжем, с укладкой. Это будет смотреться очень стильно, современно. Так, знаете, вот прям образ современной какой-то городской девчонки рисуется у меня в моём богатом воображении. И ещё я хочу сказать, что данный роман я бы надела на какое-то вечернее мероприятие, на какую-то клубную вечеринку, на встречу с подружками, или на какой-то поход, например, в кино, или на выступление группы, куда-то в клубешник, или какая-то, может быть, какая-то открытая вечеринка на открытом воздухе. Это было бы очень круто. Вот это бы всё между собой классно и стильно сочеталось. Друзья, вот такое моё мнение об аромате Водумазели Роша in Black. Сам бренд мне очень сильно нравится. Практически все ароматы, которые я знаю, меня отцепляют. Какие-то вот именно нотки отдельные, и само звучание в целом меня влюбляет в себя. Довольна ли я новым ароматом? Да, довольна. Прямо жду с нетерпением теперь уже осени, чтобы его протестировать на себе в прохладное время года. Ну а вы, друзья мои, пользуйтесь моей скидкой. 10 вит на сайте Рандеву. Совершайте выгодные, полезные покупки. А я благодарю вас за внимание. Я вас целую, обнимаю. И встретимся с вами совсем скоро в новых парфюмерных видео. Я вас обнимаю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова